Всем здарова, друзья! С вами Мамонты в этом видео. Самые интересные и свежие новости Stand of 2. Усаживайтесь поудобнее, приятнейшего вам просмотра. Кстати, у меня розыгрыш на Кунай Пойжан. Если ты хочешь его получить абсолютно бесплатно в свой инвентарь, тебе нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий со своим ID. Без подписки на канал нож ты не получишь. У меня есть список моих подписчиков, и я слежу за каждым, кто подписывается, а кто нет. Первое. Борьба с рекламой. Второе. Ежедневный бонус. Третье. Как выбить Аркану Спаса. Примерно полтора недели назад я выпускал ролик о том, что разработчики удалили аватарки на рынке, где была реклама. Прошло, в принципе, немало времени с тех пор, и на данный момент все то же самое. То есть, ничего, по сути, не удалили. К огромному сожалению, среди этих рекламщиков есть и скамеры, которые обманывают на голду, на деньги и так далее. Поэтому я просто хочу вас предупредить. Никогда не пытайтесь зайти в Телеграм-канал или по этим рекламам куда угодно. Максимум, если там рекламируют, например, Ютуб-канал, вы еще можете найти его, посмотреть. Но если там рекламируется Телеграм-канал или ТикТок, в основном это скам. Слишком мало людей, которые не обманывают свою аудиторию и подписчиков и так далее. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, не переходите по странным рекламам. А разработчикам нужно ввести запрет на эти аватарки. Просто банить на неделю, либо отбирать возможность менять аватарку на время. Я не знаю, нужно это фиксить, потому что это реально проблема. Особенно ТикТокеры, которые заполонили весь рынок, они в основном и скамят людей. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Прямо сейчас я вам объясню, что такое ежедневный бонус, а вы напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Во-первых, обычные ежедневные бонусы длятся примерно одну неделю, ну или 10 дней. Это смотря как решат разработчики. А во-вторых, если ты пропускаешь хотя бы один день, ты не получаешь ежедневный бонус. То есть тебе нужно было входить каждый день в течение 7 дней в игру. И если ты, например, в третий день не зашел в игру, то бонусы ты больше не будешь получать. Третье. С каждым обновлением будут новые ежедневные бонусы. Например, вышло летнее обновление. Оно длится там 3 месяца, да. И в течение 3 месяцев любой игрок, который войдет в игру, он имеет право получить 7 бонусов в течение 7 дней. Потом у нас выходит новое обновление, свежее, да. Например, там хэллоуинское обновление. И на хэллоуинском обновлении будут тоже ежедневные бонусы. И там будут ежедневные бонусы связаны с хэллоуином. На новый год будут ежедневные бонусы связаны с новым годом. И так каждое обновление. Не важно, новый вы игрок или старый, или только зарегистрировались, или зашли на свой старый аккаунт, это не имеет значения. Вы входите в свежее обновление и получаете новые бонусы в течение 7 дней. Примерно так разработчики должны реализовать эти ежедневные бонусы. Возможно, даже и лучше, чем я объяснил. Но для того, чтобы разработчики заметили это видео, вы должны поставить лайк и подписаться на канал. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта идея, и если да, если это все продвинется в рекомендации, если разработчики заметят, возможно, они это и добавят, и реально мы увидим в стенд-оффе ежедневные бонусы. Ну и наконец-то информация о том, как выбить аркану с пасса. У меня есть друг, который играет в стенд-офф все время, с самого начала, у него есть медали и 2 years, и так далее. И давайте посмотрим на его дроп с пасса. Он все время жалуется, что ему падают одни рарки, он ничего не может сделать, и у него пропадает желание играть в стенд-оффе, из-за того, что у него нет нормального дропа. Но это мега не логично, потому что если всем будет падать топ-дроп, то он не будет топовым, потому что он не редкий, а он должен быть редким, чтобы его на рынке было мало, чтобы он был дорогим, и если все-таки тебе что-то выпадет, то это будет очень сильно цениться. Получается наоборот, чем меньше дропа людям падает, тем лучше для самих игроков, потому что если хотя бы кому-то хоть что-то выпадет, он будет мега-везунчиком, и он уйдет в окуп, и возможно даже купит нож. А если еще и с бесплатного пасса выбить там две арканы, такое возможно, кстати, то ты просто купишь 100% нож, это имба, это очень круто. И поэтому я только за, за то, чтобы было меньше шансов в пассе. А это было на следующий день, после того, как мы обсуждали, что, блин, ничего не падает. Вот выпала аркана Челику с бесплатного пасса. Еще мне сказал друг, да мне пофиг, сколько они будут стоить на рынке, мне главное, чтобы что-то выпало крутое. Хорошо, разработчики, сделайте для этих ребят магазин серебра, которым не важно, сколько будут стоить скины, им главное, чтобы они были прикольными, интересными и красивыми, и почти бесплатно. То есть, если мы сделаем магазин серебра за серебро, и там добавим крутых скинов, то ребятушки смогут их себе купить и играть. И не надоедать, что, блин, ничего не падает крутого с пасса. А те, кто хотят выбить аркану, они просто будут играть, все пассы проходить, все равно за целый год, возможно, выпадет хотя бы 1, 2, 3 арканы. Мне, например, с пасса за все время, выпало за все 5 лет, больше трех раз аркана, больше трех раз. Плюс ножики в конце пасса, там, перчатки и так далее. Это я еще и не вспомнил в Интерспорт статтрековскую версию, легендарный Ави, который сейчас стоит 40 тысяч голды. Ребятушки, это очень много, а всего лишь 3 года назад оно вышло, это обновление с Винтерспортом. То есть, вы понимаете, можно проходить все пассы, что-то из какого-то пасса может реально дропнуть, вы это не продаете, просто ждете длительное время, там, годик, полтора годика, и уже в огромном окупе, уже можете собрать себе самый крутой инвентарь в стенд-оффе. Ваш инвентарь будет круче, чем 99% инвентарей, потому что все ноют, все ничего не делают, и все говорят, блин, в стенд-оффе ничего нет. Короче, надеюсь, я вас замотивировал проходить пасс, потому что это реально круто. Ну, халява, просто бесплатные скины. И даже если вы хотите голд пасс, я не верю, что у вас нет денег за целый месяц накопить на этот долбанный пасс. Тем более, у нас пасс длится больше 50 дней, больше 50. У вас есть целых 50 дней, чтобы накопить долбанные 800 рублей. 400 гривен или сколько там, 8 долларов. Это же копейки, если мы берем расчет 50 дней. Вы можете купить пасс, собирая каждый день по 8 гривен. По 8 гривен это мелочь, это просто почти ничего. Я не знаю, вы можете пойти куда-то, пособирать у кого-то овощи на огороде, прополоть грядку, не знаю, кому-то что-то помочь сделать. Эти 8 гривен заработать, ну, это вот так вот, сразу, у вас есть эти 8 гривен, это слишком легко. За 50 дней вы спокойно накопите себе на пасс. Жду от вас комментарии, подписочки и лайка. Всем спасибо за просмотр. И смотрите, вот это быстро нажимай на это видео, которое вылезло на экране. Прямо сейчас нажал и смотришь до конца.